ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поэтому исправлять нечего. А когда вы присылаете свой реплей, то, конечно, интересно лянуть. Естественно, могу подсказать. Так, начнем с обзора дивизий. Перед тем, как будем смотреть реплей подписчика, будем смотреть дивизии. Как они собрали? Значит, здесь у нас именно дивизия Андрея. Того, кто и прислал, собственно, реплей. И проверяем сейчас по колу командиров. 4 плюс 3. Стандартное количество хорошо. Стандартное. Переходим к пехотной вкладке. Драгоны, инженеры в лычке. Инженеры в лычке на МС-13. Штурмовая пехота. ТОУ-2 на УАЗике. Значит, это у нас деф-набор в наличии. Фаер-тимы Драгоны в лычке тоже хорошо. Все четко, как, в принципе, я в гайде говорил. Фаер-тима АТ-4 на Брэдли. И еще одна фаер-тима Драгон. То есть упор в защиту. То есть можно вот так поставить. Это упор в защиту. Обидно, что, кстати, визуально эти карточки никак не отличаются. Потому что, блин, не знаю. Но читать название неудобно. Вот. Единственное, что меня удивило, это фаер-тим-лидер. Пехотный командир. И у нас, получается, сейчас в деке сколько? 7-10 командиров. Это на самом деле уже излишек. С другой стороны, если человека так устраивает, то почему нет? Единственное, что у этого командира проблема, у него мало хп-шек. Его очень легко будет уничтожить рандомной гаубицей. Плюс не используются отряды жирной пехоты. Вот эти ар-квадридские труппы. Им, кстати, пулеметы чуть хуже сделали. Но, тем не менее, они все равно юзабильные, на мой взгляд. И, блин, не знаю. В принципе, если устраивает, то почему нет? Например, можно еще флэшей карточку взять, например. Либо поменять командира хотя бы на инженера. Он хотя бы 5 хп, то есть чуть дольше поживет. Либо на какой-то пулемет поменять. Который, в принципе, себя в этом патче пока что неплохо зарекомендовали. Это единственное, что, на мой взгляд, спорное. Но, срочно, я вижу логику, что, возможно, зато это командир, который едет на Брэдли. То есть мы вызываем еще один Брэдли вместе с собой. Здесь минометы и гаубицы стандартно, в принципе, как по гайдику. Здесь у нас 6 ха без лычек. То есть не лычкуй мха. Кстати, наверное, скорее ошибка. Ты 6 ха не выкупишь. Старайтесь лычковать те юниты, которые вы не выкупаете за бой. Это просто как совет. Просто как совет. То есть иногда лишняя лычка помогает. Видите, м1 на 1 тоже без лычек, например. И абрамсы существенно... Их эффективность падает. При снижении... Ну, при недаче им лычек, то, видите, там 9-й ров, а так 10-й ров. То есть там еще лычка, у них 11-й ров. То есть если вы подводите лычка, плюс лычка танка, то они стреляют с 11-й скоростей, но сегодня они перестреливают любой танк в игре на данный момент. Поэтому я бы советовал лычковать. В разведке у нас снайперы правильно. На кавы плюс кауты хорошо, квикфиксы, не хватает рекон-машинки. Рекон-машинки это очень важная тема, потому что они стоят в засаде и контролируют зоны, создают зону поражения вокруг себя. В данном случае за счет птуров и автопушек. И они находятся, как правило, в засаде. В стелсе, то есть их засечь немножко сложнее, чем обычные БМПшки. Поэтому я бы всегда советовал их использовать. Но в целом не критично, можно так. По ПВО здесь стандартно, чем пора лепиваться и стингер в лычку вогнали. В принципе, это достаточное количество ПВО. Играем иногда и с меньшим количеством ПВО. Плюс у нас есть самолеты, поэтому проблем нет. По вертолетам, значит, у нас три противотанка Апача плюс две Кобры. Кобры, видимо, на опенер, либо на ДПС. Но, в принципе, хороший вариант. Мы недавно видели, когда играли за 101-ю страдали. То, что два Апача РКТ. Очень классный ДПС. Особенно для дивизий, в которой нету какой-то жирной пехоты. Ну, или ее множество, да. И нету какой-нибудь дешевой автопушки. То Апачами РКТшными можно перемалывать, в принципе. То есть, очень большой запас неуправляемых ракет. Таких называемых ракетных блоков, подвешенных под крылья. Плюс ЕЦМ, то есть, живучая машина, летающий танк. В принципе, можно брать два Апача РКТ. И потом уже забивать Апачами, там, противотанками. И можно тогда Кобры вообще не брать, например. Это чисто как вариант. И, в принципе, допустимая сборка вертолета. Вот здесь самое интересное, конечно, то, что я видел в сборке. Попытка играть в аэр-доминацию, как ни странно, в этом патче является, в принципе, верной. То есть, даже вот такие, казалось бы, слабые бомбардировщики. Но они, не забывайте, при этом ее исполняют еще роль дронов. Точнее, они многоцелевые. То есть, вот эти две ракеты и вулканы действительно могут отрабатывать. Ну, и, в принципе, это довольно универсальная сборка именно по воздуху. То есть, мы можем нагнуть кого захотим по воздуху. Плюс, у нас есть антирадары. Мы можем вырубать антирадарные ПВОшки противника. Довольно легко. И четыре. У нас их тоже есть стандарт. Впрочем, конечно, когда вы видели, что я играю, я обычно Фантомы беру. То есть, у меня три карточки истребителей. И потом уже, ну, если там бывает, мне хватает слотов, я пихну еще какой-то бомбер. Как правило, стараюсь не полагаться на атакующую авиацию, если у меня есть артиллерия, либо сверхтяжелые танки. То есть, опять же, это все вопрос про опции. Или, или. И, на мой взгляд, заранее лучше сфокусироваться на чем-то одном. Когда мы пытаемся выбирать слишком много опций, мы их в бою просто не успеем использовать. Всегда нужно дать приоритет чему-то одному. Ну, в самом, сборка меня, в принципе, устраивает. Просто мне было интересно глянуть. И, да, дека противника, и, как ни срана, это хиппи. Это тот самый хиппи, да, который контент-мейкер по варно-англоязычный. Британский мусульманин, насколько я понял. Вот. И, конечно, здесь, когда я зашел, меня очень удивило наличие трех карт снабжения. Я не знаю, куда ему столько снабжения. Я, самое главное, не понял, почему нельзя сделать вот так, например. То есть, здесь я покритикую деку соперника Андрея, потому что я действительно не понимаю, зачем столько тебе грузовиков. Пять командиров здесь. Мардер 1 на 2. И зачем-то используют ренадеры с кралгустовым. Типа, в принципе, почему бы и да, но, с другой стороны, это РПГшник, у которого всего 6 хп. То есть, они довольно хрупкие, их довольно легко уничтожить. Поэтому я не особо смысла вижу в этом юнити. Да и что он должен делать? Убивать танки? Наверное, вряд ли. Далее, стандартный спам мардера-гренадеров на Миланах. На мардерах-миланах. Это весьма четко. И зачем-то ягери появились в деке. Зачем нужны ягери, я понятия не имею. То есть, они стоят дорого, 50 поинтов. По какой причине столько стоят, непонятно. 10 винтовок? Не важно. То, что у них 6 зарядов панцерфауста, но у французов такое есть дешевле. И ты там лычку спокойно выдашь. То есть, абсолютно бесполезный юнит. Я вот чаще использую зихирунов. Те же, кстати, вы заметили 10 винтовок, только вот здесь прикол это трейд-секьюрити. То есть, это бесплатная разведка. А то, что здесь дали пулеметный панцерфаус, на мой взгляд, как мертвому припарка, если честно. Ну и с командира, кстати, есть довольно жирная пехотная. Тоже стоило бы использовать, возможно. Далее очень... Ну, карта Миланов довольно стандартная. Вот карта Пионер Фламенов без лычек. Это абсолютно нерабочая тема. Имейте в виду, что эти чуваки еще есть ПП-шками. Они могут воевать только в упор. Поэтому не давать им еще и лычку. Они просто не будут успевать добегать до противника, скорее всего. И то же самое с Пионером. Пионер без лычки. Еще и зачем-то используется Фуч Милан. 15 фоинтов мы переплачиваем за то, что на нашем БТРе без брони будет Милан. Который попадает раз в миллион лет. Очень странная сборка. Но, видите, это западный взгляд на игру. Они у них очень часто отличаются от нашего. Артиллерия прям полный набор. Гаубицы, вторые ларсы без лычек. Что, на мой взгляд, является ошибкой. И минометы. Потому что он без лычек, потому что это Relo Time 79. А если бы мы дали лычку, это уже 63. Плюс мы подводим командира. Там будет это 50 секунд Relo. Плюс самое главное, он влияет на Aiming Time. Очень сильно влияет на скорость наведения и выстрела залпа. Как бы это, кстати, немного было бы нереалистично. Но это влияет. Чем быстрее вы сводитесь, тем вам легче поймать вражеские танки, которые постоянно управляют в движении и так далее. Ну и плюс, как я и говорил, гаубицы, которые именно, скажем так, размещаются с грузовичков, они являются самоходными бронированными, являются крайне уязвимыми для контр-батареи. Поэтому всегда в этом патче, ну и по крайней мере, пока артиллерия такая, как она есть, всегда старайтесь брать бронированные закрытые гаубицы. То есть они намного эффективнее работают. Здесь, заметьте, у нас два командира, то есть противник не использует почему-то командирские танки в массе. Когда я играл в этой дивизии, вы помните, я брал просто вместо некоторых карточек 2-3, я просто брал командирские. Я считал, что это правильное решение. Здесь так не считается, здесь 5 командиров здесь, еще 2 здесь, кстати, 7 командиров все равно стандартно. Плюс, как видите, соперник, как и многие западные игроки, используют туровозки. Они, в принципе, стреляют из инвиза, из осады, они контролируют большую зону поражения. И, в принципе, пробой серьезный 25-й. То есть они будут довольно серьезно наказывать танчики, которые идут, скажем так, без поддержки разведки и пехоты. Ну и удивительно то, что не используется один от пятой. То есть 2-3, они все равно как бы реже всех используются, как ни странно, просто потому что это танк с 16-й броней. Набирать их целую кучу, но не имеет смысла ими атаковать сложно. 2-4, понятное дело, почему мы берем как можно больше. Мы берем их максимальное количество, и я бы их иногда даже без лычки брал, возможно. Просто ради количества и заводить их под командира, например. А вот леопарды 1 на 5 и 1 на 1, это хорошие ДПС, и самое главное, они хорошо вписываются в уничтожение вражеского ДПСа. То есть все БМПшки лопаются и так далее. Если намасить их массу, то они даже восьмидесятки перестреливают, например, на дистанции от полутора километра и до одного километра и так далее. Ну, скажем так, интересно. Вот я бы просто эту карточку бы менял бы, вот так бы ставил, например. Ну, хиппи так не захотел сделать, то претензий не имеем. Не используются ферншпахеры, что на мой взгляд является критической ошибкой уже. То есть вот здесь у нас фуч-расист, так называемый, с вот этой вот станцией разведки. Но превосходная оптика без стелса. То есть его будет легко обнаружить, он сам по себе, конечно, светит, но он будет постоянно умирать. А нам нужна разведка, которая существует как можно дольше и как можно дольше передает информацию. То есть позволяет нам организовать наступление в этот момент. Здесь этого не будет, например, вот эта машинка этого не дает. А ферншпахер, более того, еще имеет форвард деплой. То есть он занимает какие-то позиции первее, чем противник. Поэтому отказ от такого юнита мне точно не ясен. И Ягер Ауфклерер это хороший юнит, действительно. Вот его надо брать в любом случае. Люкс, AI от него, кстати, помните, мы его брали, потом отказывались. Почему? Потому что автопушка в целом слабая. Он проигрывает своим коллегам. Он даже проиграет советскому развертыванию какого-нибудь. Развед БМП-2 он ничего не сделает. Поэтому машинка тоже спорная. Разве что объезжать куда-то там, атаковать на вражеские дороги снабжения именно в тылах. Тогда она рабочая. ПВО стандартно. Я бы не использовал Флигерфауст и не знаю зачем. Это ЗРК, который ничего не может. Ну и либо даже если его использовали, его надо лычковать чуть ли не в усмерть. Чтобы у него были хоть какие-то шансы попасть. Потому что без лыча у него 35 точности. Поверьте, ребята, это он никогда не попадет. Гепард это хорошая ПВОшка. Я бы ее брал побольше. Вот вместо Флигерфауса взять еще одну карту Гепардов. Вот это было бы верное решение. И Роланды. Я обычно еще использую дополнительно Роланды без радара в лычке. Потому что если мы побойдемся против соперника с радарами, с антирадарными самолетами, то этот Роланд долго не проживет. К сожалению. Вертолеты. Один вертолет с ПВОшками. Ход 2. 6 птуров. В принципе, да, за свою цену. Это, в принципе, нормально. Ситуативный юнит. Ну и здесь мы используем 4 истребителя, которые не истребители. Это обыкновенный дрон. 3 АТшника дополнительно. Похоже на Писрайн. Здесь, в принципе, стоило бы выдать лычку. Наверное, все равно 3 штуки мы, скорее всего, не выкупим. Да и, в принципе, зачем нам АТшники, если мы танковая дека. Ну, с другой стороны, танки у нас слабые. Возможно, есть смысл. И великолепный супер бомбер против вражеских пехотинцев. Против вражеских пехотинцев. ХАЕшный кластер. Очень аннигилирует область. Вот вражеская пехота. 30-й РЭП. Хорошая скорость. Все вот это вот. История этого самолета, на самом деле, в том, что вот эти штуки должны были использоваться для уничтожения вражеских аэродромов. То есть, вот этот торнадо залетал бы на низкой высоте. Раскидывал бы эти штуки. И вскрывал бы вот это все полотно аэродромное. И делал бы его непригодным для взлета-посадки, естественно, для вражеских самолетов. Но здесь его разрезали как ХАЕшный кластер, что на мой взгляд, конечно, дичь полная. Если честно, но уже как есть, кстати. Вот эти торнадо мне были бы поприятнее, наверное. Вот я бы их лучше и хьюзал. А в принципе, на этом обзоры дек наших, скажем так, дуэлянтов окончены. И мы переходим к обзору реплея. Так, значит, я долго собирался с мыслями перед тем, как стартовать этот реплей. А все потому, что я не хочу не упустить ни единого момента, проматываем до конца развертывания, чтобы его, собственно, обсудить. Хиппи, как типичный западный игрок, очень долго думает перед тем, как поставиться. Это в его стиле. Это в его стиле. Это в стиле любого западного игрока. Даже когда вы видели на стримах, я играю. В принципе, в каждом ролике я всегда обращаю внимание на то, что западные игрокисты расставляются долго, нереально, будто пришли здесь отдыхать. Ладно. Стоп. Так, люкс плюс ягер ауфклерер на ключевую позицию здесь. Ягер ауфклерер на спорную точку. Здесь фучс-расист, фучс-расист это не фучс-расист. Ну, на самом деле, фучс-расист, но мы его будем называть фучс-расист. Не знаю, почему, но такое название, оно нам, как бы, уже с варгеймом прижилось. Поэтому это просто расисты. Милан-2 на здесь, на позицию. Группировка из танка двух Роландов. А где армия? Ясно, мы купили два дрона. Со стороны Андрея А у нас развертывание снайперов на форвард-эплое. Все верно, занимаем терминал, занимаем нашу ключевую панельку, занимаем наши позиции на фокстроте на деф. На браво у нас тоже едет один пехотинец, как раз, чтобы законтролить фланг. Сюда сразу же едет командир, что, кстати, в корне неверно. Хотя нет, есть два командира старта, хорошо, это четкое развертывание. Чапораль на каждую сторону со старта лучше использовать пивоц, потому что на самолеты от пятого панцира, точнее, как бы вам сказать, в пятом панцире вертолетов не будет, в принципе. Ну ладно, Чапораль, кстати, неплохой вариант, но один пивоц все равно нужен со старта. Потому что любые какие-то, я не знаю, там, БОшка какая-то рандомная, реконверты, вот это все. Ну и плюс, зенитка бы гарантированно понаваляла бы какой-нибудь урон по F4F. А Чапораль, скорее всего, сейчас просто промажет. Здесь у нас Инженер Драгон въезжает на позицию, будет защищаться. И первый тур пошел. Будет ли попадание по люксу? Мяу, нет. Люкс задымился, хиппи контролит. Напоминаю, что это, по сути, игра Капрала. Капрала тире рядовой, то есть новичок со стороны красный. Подписчик моего канала, напоминаю, кто еще не понял. Вот, то есть это примерно 1500 рейтинга сейчас у красного игрока. Против него чувак, у которого рейтинга 1850, то есть он его должен выигрывать в сухую. Чисто математически вот этот синий игрок должен выигрывать в сухую. Хотя у синего игрока, кстати, сторона хуже. Это действительно важно сказать. Потому что на этой карте, как я и говорил, вот здесь сектор эхо. Для красной стороны намного легче атаковать по две стороны. Плюс, можно сказать, что вот эта зона не в безопасности. Красный игрок всегда может выбрать сюда направление атаки. А здесь дефаться довольно легко. Даже если вы возьмете вот эту линию домов, у красного игрока достаточно посадок, достаточно подходов к этим домам, чтобы их выбить обратно, например. Ну и, как я и говорил, можно даже на фоксроуд красному игроку не ехать, приехать сюда, например. И синему игроку все равно придется стягиваться на вот эти компаунды. Ускоряем немножко реплей. Тягучее развертывание. Дроны возвращаются на базу. Ягуар А встал в позицию на фланге. И, скорее всего, сейчас встретится с Акавом. Акав это машинка с безоткатками. Которая на дистанции примерно километр вполне способна разобрать такую машинку. И, более того, должна уже первым обнаружить этот Ягуар А. Ягуар А навелся. Видите? Стоит в кусту. Не стреляет. А почему не стреляет Акав? Неужели он не пробивает? Он пробивает эту цель. Есть попадание. Ягуар А сразу в контузии. Две хпшки. Попытка выпустить Птур в упор. Попадает. Это, на самом деле, большое везение для Птура Воски. Но, с другой стороны, вот именно поэтому она и ценится. Потому что имеет шестую броню. Более того, эта ПТшка немецкая умеет еще откидывать дымы. В случае чего, чтобы отступать. Комбинированное наступление. БМП плюс М1-1 А. Бронс. Пионеры. Выгружаются в футч Милана. Однозначно не в позиции. Будут здесь подавлены. И, скорее всего, уничтожены. Ягер А. Нужно запихнуть в дом. Хиппи этого не делает. Это очень странно. Потому что сейчас они будут из-за этого уничтожены. Инженеры и фаер-тимы просто с М16 это все раскидывают. Тем не менее, две Брэдли были потеряны каким-то чудом. А, вот что прилетела БОшка. Чапораль не работает. Чапораль должна работать на прикрытии бронетехники. Этого не произошло. Две БМП Брэдли были уничтожены. Что, в принципе, является весомой потерей. Это примерно 240 очков. И вот он, пехотный командир, входит на зону. Но у Хиппи есть ответка. Это Торнадо ИДС МВ-1. Пехота моментально уничтожается. Кластерник вот такой влетает. И самое страшное. Самое интересное. Сейчас это Фантомы влетают в Чапораль. Пускают очереди с Вулканов. Одна ракета попадает по Фантому. Но этого мало. Просто выпиливают Чапораль. Чапораль был уничтожен просто самолетами сбреющего. Хорошая игра от Хиппи сейчас пока что идет. Но Хиппи делает ошибку. Хиппи делает ошибку. Почувствовал слабость соперника. И решил его, видимо, потроллить. Потому что покупает дверцы ЗОшки. Которые сейчас ничего не сделают. Чапораль, естественно, был уже уничтожен. Залп отменен и переводится на новые цели. Ф4Ф Фантом снова летит. Просто сбреющего бомбить. Да, в данном случае он на вертолет просто нацелился. Вертолет вовремя приземлился Андреема. Превосходно. Здесь Диа Брэдли у нас есть в наличии. Здесь Фаер Тимы есть в наличии. Хорошо. М1 Абрамс есть. Ну, в принципе, не хватает только разведки. Снайпера стоило бы продвинуть дальше. Ну, конечно, когда по тебе стреляют из двух Ларсов. Наверное, немножко неприятно. Ф4Ф допиливает таки вертолет. Несмотря на то, что он был на земле. Его, видимо, кто-то видел. Скорее всего, пионер просто. Маркер атаки стоит здесь. Не знаю, зачем. Здесь ничего вроде бы у Андрея нет. И не должно быть. Ну, и вот этот залп ФРСЗОшек по инженеру. Не знаю. Но, честно говоря, 45 поинтов невелика потеря. Снайпер, кстати, сейчас будет работать по гренадерам. Естественно, они будут из этого в инвизе, как видите. Во время стрельбы. За счет своего снайпер-трейда. Когда они находятся неподвижно на позиции некоторое время. То они обустраивают нам снайперскую позицию. За счет чего начинают очень эффективно работать. Видите? Мораль падает. Ставит маркер. Но пока что отбамбливать нечем. Роланды смещаются на центральный фланг. Здесь прибывают 2А3. И есть какое-то количество мардеров. Но мардеры выходят в поле. Здесь становится довольно легким кормом для Брэдли. Если бы не демзавесы. Хиппи вовремя реагирует. М1 на 1 выкатывается пока что на огневую. Будет ли выстрел попадания. Да, превосходно. Американские танки работают. Даже без лычек. 4Ф баражирует над своей территорией. Есть Роланды на прикрытие, если что. То есть, если самолет американца решит залететь, то уничтожится. Здесь мардеры были уничтожены. И мардер 2А3 сгорел от Брэдли. Да, Брэдли это страшная машина. У нее ТОУ-2. У нее дымзавесы. У нее автопушка. У нее третий лоб. Кстати, это не топовая Брэдли. Самое главное. Это третий лоб. То есть, она ваншотная, в принципе, для большинства обтуров. И танковых орудий соперника. Здесь мы еще Роланд потеряли. Хиппи допустил сейчас много ошибок. Потеря танка. Потеря ДПС. Потеря Роланда. Это серьезная, на самом деле, потеря. А у Андрея в данный момент хорошая группа. Она идет вперед. Потому что некому сопротивляться здесь, на самом деле. Даже не стоит Птура. Что самое, наверное, странное. Покупается Арава вот этих гренадеров Карл Густов. Которых я, собственно, и сомневался. Довольно дешево это зато стоит. Относительно. Но, опять же, зачем? Сможет ли она сейчас что-то сделать? Непонятно. ТОУ-2 стоит в ключевой доме. Сейчас будет отрабатывать, скорее всего, по Мардерам. Пуск Птура сейчас должны мы увидеть. Нет, не видим. Ладно. Мардеры влетают против Брэдли. Ну, как я и говорил, это корм. Для Брэдли это корм. Мардеры никак не могут с ними конкурировать. Нужны немецкие танки, чтобы с ними хоть как-то воевать. Здесь этого не происходит. Поэтому это все будет уничтожено под ДПСом. Ларсы зато открывают огонь. Часть залпа пустили, видимо, мимо. Перенаведение Ларса происходит. Но, опять же, техника в движении. Поэтому это все бесполезно. Два четвертой перебывает на фронт в лычке. Ларсы им пока что мажут. Ларсы, кстати, не меняют позицию. Возможно, в теории можно было бы даже по ним отработать. По Леопарда-24 летит Драгон. Бам! Мораль тут уже падает до нормальной. Скорость стрельбы снижается в такой момент. Так же, как и скорость сведения орудия. Ну, пока что Ларсы работают молоко. Инвестиция там свыше 260 поинтов. Еще плюс снабжение. Пока что себя никак не оправдывает. ФОП у соперника отсутствует. Два четвертой получил уже какой-то существенный урон. Видимо, от Брэдли. Разменялся, собственно, с этой Брэдли. Но не железо-два четвертой. Ну, вообще никак. М1 на 1. Сейчас его, скорее всего, накажет. Да, двадцать четвертой был уничтожен. Докуп? Да, точнее, дозакуп от Хиппи. Милан второй. Здесь что произошло? Ага, УАЗик езжает на зону. Правильно, капаем зону. А ФУЧ, скорее всего, будет уничтожен. Брэдли его сейчас просто найдет и обнаружит. Сведение. Бам-бам-бам. Все. Командир уничтожен. Эта зона будет полностью захвачена. А Андрей получит плюс 2. ПТУР разгруженный в поле. Плюс 2 четвертый, как ни странно, отрабатывает. Но Брэдли, опять же, все те же Брэдли очень сильно мешают сопернику. Все потому, что их много. У них 6 этих ПТУРов на Брэдли. Кстати, должно быть 4, на мой взгляд. Это немножко дисбалансная тема. Вот. Ну, либо чуть дороже даже нужно сделать. Ну, не знаю. Брэдли сбалансированная, с одной стороны. С другой стороны, 6 ПТУРов на такой машине. Это серьезная тема. Это прям существенный баф такой БМПшки. И Милан 2 с крестью попадает. Нет, мимо. Понятно, кстати, непонятно, что произошло. С другой стороны, здесь еще БОшка отрабатывает. У СПВО проблема. Чаппарад здесь покупается новый. Но Сингеры-то тоже есть. Надо просто подведить их ближе. Здесь 2 четвертый против М1 на 1. М1 почти без топлива, но тем не менее уехать может. Хиппереж принимает решение задымиться. Андрей принимает решение отступить. Все точно верно. Немножко ускорим. Залп Ларсов по позиции. В 4F выбивает Сингер, который был обнаружен. Да, с воздухом проблемы. Единственная сейчас проблема, это по воздуху, конечно. Нужно поднять пару F-15 по-хорошему. Пару F-15, либо хотя бы 2 Чаппараля. М1 на 1 красиво на перекрестке становится и отрабатывает. Мардер, точнее, гренадер Мардеровский не хочет почему-то подвыкнуть ближе. Здесь снова флешеты отрабатывают. Вот этот раз молоко. Апач мы пропустили. Уничтожен на другом фланге. Здесь разворачивается довольно жесткая баталия. Давайте немножко проанализируем. Значит, здесь был Апач. Его уничтожили. Ягеря Овклярера здесь мы зачистили. Взяли ключевую позицию соперника. В 4F, видимо, убился Апач. Его перехватывало в 15-е. Но в 15-е тоже не выдержал урона. Потому что вот этих Фантомов было 2. Тем не менее, Фантом получил дополнительный урон. В городе, получается, здесь немец проиграл. Немец проиграл в городе. Какие-то просто ряд огромных ошибок допускает Хиппи. Чаппараль здесь почти умер от Ягуаров. Но, тем не менее, сумел отступить. М1 на 1 отрабатывает поп-туру в поле. Все превосходно. Ну и, получается, здесь у нас тоже есть гадатакующая группировка. Самое время скоро проатаковать на точке Эхо. Здесь не хватает соплая. Это что за залп вулкана? У меня за окном только что был. Я понятия не имею. Тревоги у нас сейчас в городе нет. Звучало, как залп вулкана. М1 на 1 был уничтожен под перекрестным огнем леопардов. Да, но это, кстати, мисс контроль. Это просто мисс контроль. В следующий раз Андрей будет, скажем так, пользоваться этим лучше. Ну, здесь, наверное, стоит сказать, проблема организации боя. Вот эти фаер-тимы, фаер-тимы и инженеры, должны стоять четко в линии, а танки должны работать из закрытых позиций. Что я имею в виду под закрытыми позициями? Это позиции, которых можно пробить только атакуя в лоб. То есть только в лоб на них можно проатаковать. Условно, вот такая позиция. Когда вам с фланга или сзади, очевидно, не зайдут. Вы можете смотреть только вперед. И сопернику придется выкатываться именно в лоб воевать. Это лучше всего использует преимущество американских танков, у которых повышенная лобовая броня по сравнению с немецкими. Вот. Тровоски здесь, конечно, жесткие стоят, но я бы не сказал, что это существенная проблема, так как Андрей А про них хотя бы знает, поэтому проблем особых не будет иметь. Сбивает БОшку F-15. Пока что здесь безнаказанно летает. Ну и, как я и говорил, да, все, отлично принимает решение Андрей. Накопил какую-то маленькую группировочку и атакует на другом фланге, потому что мы видим, что соперник сыпется, все его очки закуплены сейчас на этот фланг. Поэтому проблем нет. Ягуар. Бам! Уничтожается. Здесь надо дымить танк и уезжать. Просто дымить танк и уезжать. Похоже, Андрея просто проблема с хаткеями. Надо сделать отдельный ролик, но вот здесь, например, Смоук. Где я тут? Смоук от позишн. Это немножко не то. Но, в принципе, да, Смоук от позишн. Просто на Б назначаем эти смоки. Прожимаем эту кнопочку и просто откатываемся назад по шифту. И тогда у вас проблем точно не будет. Тем не менее, Кобра летит просто в упор на этот Ягуар. И должна его распиливать. Но, возможно, он успеет забрать Абрамс до того, как Кобра это сумеет сделать. Бам! Абрамс горел на ровном месте, кстати. Просто задымиться надо было. Но, как я говорю, вот это тысяча пизо-третий наиграет, как бы, поэтому... Вот такие ошибки довольно позволительные. Это просто микроконтроль. Это не стратегические ошибки. Но здесь, кстати, Кобра не успел допилить Ягуар, потому что Мардеры сделают это первое. Но, как я говорю, Ягуар это жесткая. Довольно жесткая броня. Откидался где-то... МВ-1 уничтожил командира на точке. Точка будет полна снова под контролем Хиппи. Но это не проблема. Теперь у нас есть и эта зона. Теперь самое главное закрепить эту зону, разместить топ-тур, разместить разведку, докинуть вот таких вот просто инженеров-драгонов на поддержку. Возможно, даже на Брэдли. То есть это уже не особо важно. Брэдли на этой карте работают превосходно, просто потому что здесь очень много пространств с высшей, дальностью свыше, чем танковое орудие. И, в принципе, да. Почему бы и да. Ягери, панцерфауст. Как я и говорил, я не понимаю их использование со стороны Хиппи, потому что это абсолютно бесполезный, на мой взгляд, юнит. Залп ларсов приходится мало коп в очередной раз. Причина, по которой я и говорил, что это бесполезная тема. То есть, когда мы обозревали пятый панцер, я вот сначала достал ларса, а потом думаю, не, вот советовать даже не буду. На самом деле, дичь. То есть, как видите, вот вам игрок, там, опять же, как бы не супер крутого навыка, но сам факт, что ларс не работает. То есть, даже против такого игрока, куда нам говорить уже о игроке, который будет двигать постоянно свои танки, еще и дымить их. Естественно, еще Андрею, а, вот в очередной раз напомню, не хватает момента постановки дым-завесы. То есть, он взял минометы в свою деку, но вот можно дополнительно использовать. То есть, вот здесь надымить стеночку и взяв вперед кататься танчиками и вообще не получать урона от вот этого Ктура, например. Здесь инженер идет на штурм, но ягери, кстати, помешают, скорее всего. Да, так и происходит. Тем не менее, ягери под танком ДПС тоже уходят в раут. Плюс есть Брэдли. 15-ый сбивает ПТшник в ответ. Еще успевает откинуть по F4F. Хорошо, разобрались с воздухом, прикрыли наших ребят. И у Хиппи, это как раз, что побитая группировка с танками. Апач получил Флигерфаус. Флигерфаус каким-то чудом попадает, но, тем не менее, видите, урона не хватает. Он, скорее всего, просто вернется и ХАЕшный Фантом просто отбамбливает в мясо. И спокойно возвращается на базу. У синего игрока сейчас на карте нет ПВО в принципе, а самолеты были, ну, потеряны, скажем так, довольно бездарно. Здесь танковый командир должен блокировать зону, но у американца тут группировка будет помощнее значительно. Вот неправильный вызов флигерфаус. Зачем-то инженеры вызываются. Должны противотанковые средства вызываться. То есть тебе надо уже просто оборонять вот эти домики и создать вокруг них зону поражения, чтобы противник бесплатно подойти никак не мог. То есть все остальное, да, лишнее просто. Вот ПВ-стингеры купить, да. Человек, который уже не первый раз использует самолеты и ПТ-вертолеты. Скажем так, здесь, естественно, Чапараль будет уничтожен. Как я говорил, этот самолет довольно имбовый. Но здесь он у нас шанс его перехватить, если он до конца летит, не справляется, еще и падает. Но здесь обидно, как я и говорил, здесь надо комбинировать ПВОшки. Также причина, почему я использую Фантомы Ашные, потому что их не так жалко пускать на перехват. Но, тем не менее. Как-то так, в принципе. В Хиппи отбил зону, но почему-то не идет дальше в атаку. Возможно, потому что знает про этот ХА и его просто побаивается. Здесь сектор Эха захвачен нашим Андреем. Но где... Вот только первый Драгон прибыл на фронт. Нужны еще разведка и Драгоны. М35 Сапплай, а в деке есть Хемин. И вот Хемин должен сейчас уже здесь быть, как можно ближе к фронту. Чем ближе вы располагаете базу снабжения, тем понятный риск больше. Но, с другой стороны, зато вы быстрее снабжаете свои войска и за счет этого носите больше урона в секунду, чем ваш соперник, который этого совершить не может, у которого нет организованного поставок, у которого нет организованного фронта, об огневых задачах и так далее. Попытка классического наступления мяса вперед, танки за ним. Но танки, как я говорю, американцы, это существенно жестче в полях. Реально, пятому панцеру противоставить почти нечего. Пятому панцеру, на самом деле, нужно очень по-умному. Вот только сейчас Хиппи догадывается достать два миномета. И небось вспоминает, как он на турнире удивлялся, что НБК дымит стеночки для танков. Было такое дело. Командирский танк, кстати, уничтожен. Два четвертый летит в атаку на М1А1. В принципе, его разменял. Ой, ну вторые, да, злобные, злобные драгоны сейчас будут стрелять. Подойти будет очень сложно. Естественно, это все не видно. Хаешный откидывается прямо в два четвертый. Спокойно, при этом, возвращается на базу. Ф4Ф имеет короткие ракеты, не дотянутся. Очередной МВ1 на бронз был тут уничтожен. Не уверен, что от него или иного. Все-таки, тем не менее. Результат налицо. Десять минут до победы Андрея. И 15 минут на таймере остается. И не то, чтобы у Андрея, точнее у Хиппи много шансов выиграть на данный момент. Здесь контратака на сектор Эхо, если я не ошибаюсь, да? На сектор Зулу, извиняюсь. Ну, как я и говорю, вот она. Момент, когда закрытые позиции. Атака чисто в лоб. Три ХА. Три ХА. Три Мастодонта. Если бы мы еще их вовремя контролили Андрея, вообще бы проблем не было. Опять же, напоминаю, что можно было бы сделать дымовую стеночку. Но то, что пехота должна идти все-таки впереди танков, это факт. И Хиппи сдается. Да, Хиппи сдается. Вот настоящий Хиппи, подполковник. Контент-мейкер. Который обижается, когда его называют новым. Ну, не знаю, пусть еще пообижается. Но это действительно... Это, конечно, да. Это, конечно, да. Обыкновенный... Не знаю, киевский ли. Украинский хлопец. Да. Просто взял и выиграл. Это всегда отличительная черта наше сообщество. У нас вообще никогда не было понятия, что Лычка что-то решает. Мне нравится, что у нас не ссать. Деку собрали правильно. Действуем более-менее правильно. Немножко подправить микроконтроль до заказ юнита. Вот это не вызывает иногда всякую дичь. Скажем так. И поинты копились, очевидно. Потому что иначе почему появилось 3 ячей по стоимости 330 поинтов. Скорее всего, там было накоплено 600 поинтов. Но даже в этом случае мы приняли правильное решение купить тяжелые танки. Потому что тяжелые танки в этой игре это всегда аргумент. Это аргумент весомый и самое главное ультимативный. Вот такой вот обзорчик сегодняшнего реплея. Спасибо Андрею за то, что он его предоставил. Это было довольно интересно. И как еще повторюсь, он не скинул реплей и вообще не сказал, что он там выиграл. И вообще даже не знал, что он против хиппи. Я смотрю реально хиппи, но я ожидал, что я буду с нудным лицом и с нудным голосом рассказывать, где Андрей сделал ошибку и почему он проиграл хиппи. Но, как видите, мне тут скорее чаще игра хиппи вызывала большие вопросы, чем игра Андрея. Потому что Андрей на самом деле стратегически действовал в целом более-менее правильно. Там именно вопрос в заказе правильного юнита в конкретный момент времени. Но это достаточно продвинутые стратки, скажем так. Ну и микроконтроль это всегда можно улучшать. Никто не застрахован от проблем с микроконтролем на самом деле. Это правда. А на этом все. Как-то так. И до следующего раза.